многие начинающие ютуберы задаются вопросом как сделать заставку для своего видео photoshop вот я сейчас и расскажу будем делать заставку для видеоролика вы на канале вип реклама подписывайтесь на канал поехали с чего начнем а начать нам нужно с видеоредактора я работаю в программе movavi video suite если вы уже начали записывать видео вам придется познакомиться с видеоредактором неважно каким это может быть абсолютно любой видеоредактор но они все умеют делать стоп-кадр что такое стоп-кадр это вытягивание фотографии из видео предположим мы нашли какой-то интересный момент и мы хотим сделать этот момент на заставке видеоролика несмотря на то что он вроде бы как плохого качества посмотрим что у нас получится я покажу на примере своей программки правой клавишей сделать стоп-кадр у нас появилась фотография обратите внимание контур и четкость повысилась по сравнению с тем что мы видели на кадре сейчас кадр назад сейчас изображение размытое но программа вытягивает картинку из видео что мы делаем с вытянутой картинкой смотрим где она расположена показать в папке я работаю в total commander и мне так очень удобно хотите можете через мой компьютер и так мы сделали стоп-кадр перетаскиваем его photoshop я буду работать со своим стоп-кадром который вы видели на заставке первое что нам нужно сделать это разместить логотип если вы делаете свой канал у вас должен быть фирменный стиль то есть логотип и узнаваемость мой логотип выполнен в формате png этот формат не имеет фона поэтому с ним очень удобно работать размещаем логотип где-нибудь в какой-то части вашей картинки но не должен быть сильно большим я думаю вот так будет достаточно далее пишем текст папа запятая можно сразу немножко увеличить так будет удобнее пока на цвет не обращаем внимание тебе пока на шрифт и на цвет не обращаем внимание мы сейчас все подкорректируем я зажимаю alt и перетаскиваю слово она таким образом дублируются в разделе слои и в конце у нас будет смайлик я надеюсь что ставить смайлик вы умеете буду объяснять как это сделать выделяем все текстовые слои с шифтом заходим в режим символ выбираем цвет белый после того как вы выбрали шрифт который вам нравится размещаем правильно вашу надпись у нас очень большое расстояние между буквами между буквенный интервал нужно уменьшить у меня стоит 100 я поставлю 0 все остальные значения по умолчанию увеличиваем шрифт слова тебе можно немножко уменьшить словах она наоборот увеличить поскольку это основное слово которое должно привлекать внимание заглавие мы написали но она теряется на нашем фоне его нужно выделить два раза нажимаем на слой выбираем тень ставим смещение тени немножко больше примерно в моем случае это будет 11 размытие 16 глобальное освещение всегда убираю угол наклона примерно 130 есть сохраняем скопировать стиль слоя правой клавишей выбираем все наши текстовые файлы вклеить стиль слоя фон за буквами нужно немного приглушить можно сделать его темным поскольку буквы у нас светлые выделяем области создаем новый слой shift f5 заливаем наш прямоугольник снимаем выделение и выбираем маску слоя у нас появился беленький квадрат заходим в режим градиент выбираем черно-белый градиент и протягиваем сверху вниз или снизу вверх подбираем легкий темный тон примерно вот так если темного недостаточно можно его дублировать control джей в этом случае уже темного много поэтому мы его чуть-чуть и растянем вот примерно вот так в принципе все спасибо за просмотр подписывайтесь на канал пишите комментарии встретимся на канале вип реклама